Страховой брокер Виктор Нефедов говорит, что только 2% страховых компаний являются надежными. Остальные стараются задерживать выплаты клиентам или любыми способами увиливать от них. По словам Нефедова, сумма задерживаемых страховых выплат в целом по стране составляет около 50 миллиардов рублей. Виктор Нефедов советует гражданам и юридическим лицам, чтобы не быть обманутыми, сотрудничать со страховыми брокерами. Уже 300 лет в мире существуют брокеры, и брокеры всегда защищают интересы своих клиентов. По словам Виктора Нефедова, в сотрудничестве между страхователем и брокером первый выступает в роли доверителя, второй – в роли его поверенного. Как уверяет Виктор Александрович, когда брокер выходит на рынок, продавец вынужден понижать цену. Он продает страховым компаниям, ваши риски, страховой брокер, и, естественно, страховые компании снижают стоимость. То есть, чуть ли не тендер, да, там молоток взял, так, сколько ты предлагаешь, столько, а ты сколько, столько, там, продал. Виктор Нефедов считает, что, сотрудничая с брокером, страхователь обретает совсем иной статус. Работая со страховой компанией, вы выступаете в качестве просителя. Начиная работать через брокера, вы уже командуете, вы приказываете, вы поручаете. Купи мне вот это, чтобы это было качественно, надежно и дешево. У страховщиков же на деятельность брокеров совсем другая точка зрения. Руководство страховой компании «Росна» считает, что брокер – всего лишь посредник между страхователем и страховой фирмой. Он работает только на себя и на свою выгоду. С моей точки зрения, брокеры – это люди, которые имеют более расширенный спектр действия по поводу выбора страховой компании. Если человек не определился, то, простите, брокер ему предложит компанию более выгодную для себя. Какая страховая компания предложит брокеру больше денег, то он и посоветует клиенту, говорит Галина Назаренко. По ее мнению, страхователям удобнее, выгоднее и надежнее работать напрямую со страховой компанией, нежели через брокера. Брокер – посредник. Как в любом деле, посредник – это человек, который получает выгоду от сделки, которую он отсюда взял, сюда перенес. Знаете, раньше это называлось спекулянт. Что же касается самих страхователей, то большинство из опрошенных нами на улицах Солнечногорска даже не знает, кто такие страховые брокеры. Нет. Я знаю, что есть шулеры, которые наживаются на этом и все. На сегодняшний день информации о страховых брокерах мало даже в интернете. Если не считать рекламных страничек брокерских компаний, более-менее внятное определение мы нашли на сайте glossary.ru. Страховой брокер – лицо, осуществляющее посредническую деятельность по страхованию. Брокер также оказывает содействие страхователю в получении сумм страхового возмещения. Пока страхователи предпочитают работать со страховыми компаниями напрямую. Завоюют ли страховые брокеры свое место под солнцем, будет зависеть от них самих, а точнее от их честности и надежности.